В документальном фильме о королевской семье принц Чарльз, в герцогстве Корнелл принц Уильям рассказал о своих планах на будущее. Поскольку герцог Кембриджский второй в очереди на престол Великобритании, он уже задумывается над планированием преемственности. Слова старшего сына тронули его отца, принца Чарльза. «Я начал думать о том, как в один прекрасный день унаследую герцогства, и что мне с ним делать? Я думаю, что семейный аспект действительно важен», поделился герцог Кембриджский. Ответственный подход наследника растрогал принца Уильяма до слез. «Когда я услышал это, я не мог поверить. Я был глубоко тронут тем, что он сказал. Честно говоря, это довело меня до слез». Это действительно так, цитирует слова принца Чарльза The Mirror. Сейчас герцог Кембриджский и его супруга Кейт Миддлтон воспитывают троих детей. По словам инсайдера, недавно возлюбленные решились на пополнение в их семье. Стоит отметить, что слухи о четвертой беременности герцогини появились еще в феврале этого года. Теперь догадки поклонников подтвердились. Как отмечает источник, Кейт хочет испытать радость материнства вновь. В марте этого года Меган Маркл обвинила родственников принца Гарри в расизме и травле. Тогда она заявила, что семья супруга постоянно доводила ее до слез. Писатель Фил Дампьер объяснил, по какой причине бывшая актриса решилась на такие откровения. Автор книги в королевских костюмах. Гарри и Меган своими словами Фил Дампьер объяснил, зачем Маркл рассказала в интервью о преуинфре о плохих отношениях с монаршей семьей. По мнению писателя, бывшая актриса всего лишь искала повод, чтобы навсегда прекратить общение с родными мужа. «Я не верю, что королевская семья не помогла Меган, когда ей требовалась защита, и я не верю, что она была изгоем из-за расовых предрассудков. Я не думаю, что причина Мегзита в этом. Уверен, что Меган никогда не собиралась оставаться в королевской семье. Боюсь, что все ее обвинения в адрес королевы, родственников, придворных и их отношения к ним с Гарри – всего лишь предлог. Причина ухода совсем в другом», считает Дампьер. Напомним, в беседе с Уинфри 39-летняя Маркл заявила, что семья принца Гарри унижала ее. По словам Меган, даже перед свадьбой Кейт Мидлтон нашла к чему придраться. «Я говорю, это не для того, чтобы кого-то обидеть, потому что это была действительно тяжелая предсвадебная неделя. И Кейт довела меня до слез, потому что была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делала, но и в том, что случилось со мной», – делилась она. Также жена Гарри обвинила его родственников в расизме. Как оказалось, дочь Елизаветы II принцессу Анну волновал цвет кожи ребенка Маркл. Позже королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл прокомментировала инцидент. Не было беспокойства. Принцесса Анна предупреждала Гарри только о том, что если брак продолжится и будут дети, это повлечет большие проблемы. Она говорила ему о неспособности Мэган ценить их культурное наследие и уважать институт короны. Как мы видим, Анна была права. Маркл интерпретировала эти слова так, будто подразумевался именно цвет кожи. «Что ж, мы видим людей, которые очень хотят обнаружить слабое место там, где его, несомненно, нет», – объясняла Кэмпбелл. Именно в июне герцогиня Сасекская должна родить своего второго ребенка. Говорят, Мэган хочет рожать дома. С ее первенцем Арчи такой возможности не было, так как королева Елизавета II настояла на том, чтобы герцогиня отправилась в госпиталь. Сына Арчи Мэган родила 6 мая 2019 года в Портлиндской больнице в Лондоне. Как и где будет рожать Мэган в этот раз – загадка. Тем временем публика не устает рассуждать на тему имени для дочери пары. И все больше людей склонны к версии имени Филиппа. Это имя имеет особое значение и связано не только с покойным дедушкой Гарри, принцем Филиппом, пишет Пипл. Помимо дания уважения герцогу Эдинбургскому, который умер в апреле 2021 года, это имя также имеет историческое значение, поскольку именно так звали жену короля Англии Эдуарда III. Филиппа Генегао жила в 1300-х годах и имела африканские корни. Филиппа пользовалась популярностью среди людей за свое сострадание, а летописец Жан Фруассар описывал ее как самую нежную королеву, самую либеральную и вежливую, которая когда-либо была королевой в ее дни. Филиппа умерла в Виндзорском замке в 1369 году и похоронена в Вестминстерском аббатстве рядом с королем Эдуардом III, который умер через 8 лет после нее. Отметим, что данные букмекерской конторы Латбракес говорят о том, что сасексы могут выбрать именно это имя для своей дочери. Кстати, так зовут младшую сестру герцогини Кембриджской, которую в близкие и родные называют просто Пиза. В последние несколько месяцев Меган Маркл и принц Гарри дали целый ряд откровенных интервью, в которых во всеуслышание заявили о трудностях жизни в Букингемском дворце, без различия и равнодушия королевских родственников, неоднократно намекнули на расистские настроения, присущие членам монаршей семьи. Все это время Елизавета II воздерживалась от каких-либо развернутых комментариев и лишь однажды выпустила официальное сухое обращение, в котором написала, что заявления герцога и герцогини Сасекских воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут всеми любимыми членами семьи, подчеркнула тогда королева, однако за внешним дипломатическим спокойствием и великодушием Елизавета II скрывает гнев и разочарование. После выхода скандального интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали Апри Уинфри, королева собрала экстренное совещание в Букингемском дворце, и, похоже, план по усмирению болтливых родственников зреет в ее голове уже с тех самых пор. А последующие откровения Гарри насчет детства и методов воспитания принца Чарльза, которые нанесли ему существенные психологические травмы, Елизавета II и вовсе перешла к решительным действиям. В беседе с Daily Mail королевский эксперт Ребекка Инглиш предупредила, что в скором времени герцог и герцогини Сасекские столкнутся с разрушительными для них последствиями, если продолжат ворошить улей и обсуждать на весь мир высокопоставленных членов монаршей семьи. Дворец всегда придерживался принципа «никогда не жалуйся и никогда не объясняй». Как долго это будет продолжаться? Неужели вот-вот наступит переломный момент? Рассуждает Ребекка Инглиш. Королева искренне не хочет затевать публичные разборки с Гарри и Меган. Но, похоже, терпению приходит конец. Стоит отметить, что с критикой в адрес Меган Маркл и принца Гарри обрушились сотрудники Букингемского дворца и даже потребовали лишить их высоких титулов. Позже инициативу поддержали и обычные британцы. Против герцога и герцогини Сасекских создана петиция под названием «Правильный поступок». За две недели ее подписали более 43 тысяч британцев. Как сообщает Daily Star, инициатором стала леди Коллинг из Белл, автор книг о королевской семье. В начале лета в королевской семье Великобритании ожидается пополнение – Меган Маркл родит второго ребенка. Ранее некоторые СМИ сообщали, что сам процесс пройдет в домашних условиях. Теперь же появилась информация, согласно которой супруга принца Гарри согласилась на экстремальные роды. По данным издания New Idea, ребенок у Меган Маркл должен появиться в абсолютной тишине. Всем, кто присутствует при родах, необходимо молчать. Отказаться от каких-либо звуков предстоит и будущей матери. Такой способ родов является рекомендуемым церковью саентологии, запрещена в России. Основатель учения считает, что любые звуки во время появления младенца на свет могут оказать на его дальнейшее развитие негативное влияние. Отмечается, что таким способом рожала бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс. С тех пор, как принцы Гарри и Уильям поссорились в результате внезапного решения младшего внука Елизавета покинуть королевскую семью, они практически полностью прервали свое общение. Причем ситуация с их отношениями осложняется чем дальше, чем больше, из-за постоянных публичных нападок Гарри на родных, включая его заявления, сделанные в интервью о пре-уинфре. И вся надежда теперь на то, что когда Гарри снова приедет в Британию, братья все же наконец помирятся. И как удалось выяснить эксперту по британской королевской семье Камиле Томни, эта надежда не совсем призрачная. Среди родных Елизаветы есть один человек, который намерен приложить максимум усилий, чтобы восстановить мир между Гарри и Уильямом. И этот человек – Кейт Миддлтон. Об этом Томни рассказала изданию «Экспресс». Ко – Ю-Кей. Как говорит Камила, которая знакома с Миддлтон, для герцогини всегда были очень важны семейные ценности. Поэтому ситуация, когда родные братья ведут себя как враги, кажется ей совершенно неприемлемой и дикой. Сама Кейт выросла в очень дружной семье, и несмотря на то, что образ жизни герцогини и ее брата Джеймса совершенно различны, они до сих пор сохраняют очень близкие и душевные отношения. Кроме того, Кейт беспокоится не только за Уильяма и Гарри, но и за сына младшего из принцев, Арчи. Ведь малыш, которому недавно исполнилось два года, практически не знаком ни с кем из своих кузенов и кузин, включая троих детей Кейт и Уильяма. Арчи покинул Британию вместе с родителями, когда ему было всего полгода. А учитывая нынешнее состояние отношений Гарри и Уильяма, возможно, Арчи больше никогда не увидит ни принцев Джорджа и Луи, ни принцессу Шарлотту, ни детей двоюродных сестер Гарри, Евгении, Беатрис и Зары. Что же касается еще не родившейся дочки Меган Маркл, которую она сейчас вынашивает, то для нее вероятность встретиться однажды в будущем с кем-либо из ее британских родных еще меньше. И Кейт уверена, что это неправильно.